добрый день дорогие друзья приветствую в экономике здравого смысла с вами руслак романчук будьте с нами подписывайтесь на наш канал и мы начинаем сегодня тема лукашенко и цены в очередной раз лукашенко на 30 плюс году своего правления взялся за цены он на встрече с главой национального банка с представителем экономического блока решительно заявил мы обязательно будем упорядочить цены будем контролировать будем выбирать какие цены контролировать потому что это есть социально ориентированная политика никакого там вакханалии никакого либерализма с ценами цены должны быть жестко следовать приказом вертикали власти и зао семья приказ лукашенко возражению и как бы ревизии не подлежит так он заявил грозно рассчитывая понятное дело на невежество беларуса мол беларусы понимают что рост цен зависит от бизнесменов от предпринимателей они сволочи в погоне за прибылью готовы накручивать два-три счетчика чтобы только изъять из карманов людей беларусов как можно больше денег для того чтобы померять цены нужно просто взять и сравнить цены которые были безусловно месяц назад или год назад с теми которые были по четко определенной корзине для того чтобы можно было потом сравнить любому человеку не только белстату не только кант комитета госконтроля как же все-таки эти самые цены выросли беларуси и давным-давно нету свободных цен уровень инфляции определяется на глазок и безусловно главным является не те которые работают с цифрами а те которые работают со смыслами идеологи пропагандисты и также те шлагбаумы которые эти самые цены устанавливают поэтому лукашенко может сделать цену цену например если отпустит но будет 18 20 30 сколько угодно не отпустит придержит прикажет красным директорам или торговли сделать меньше будет меньше а плюс еще понятное дело как посчитать прежде чем опубликовать любую такого рода цену к цену на чип-н-по показатель конечно же это согласует с пропагандистским отделом с администрация президента те люди которые потом говорят а сколько надо а сколько надо главе государства так называемому для того чтобы его успокоить и сказать видите ценовой контроль работает все в порядке новый баланс между интересами потребителя и производителя установлен почему вдруг лукашенко в очередной раз заговорил про эти самые цены понятное дело 2020 24 год год предвыборной политической электоральной кампании понятное дело никаких выборов нету лукашенко хочет сесть на того же конька на котором уже садился там очень и очень много раз он стал видите я взялся жестко за цены и цены стали товары стали доступными я жестко держу жилищно-коммунальные услуги и поэтому белорусы платят не столько как в польше не столько как в литве а гораздо меньше да в абсолютных цифрах меньше но если мы посмотрим сколько стоит собственно и дни начать эти услуги в контексте сколько нужно на них работать с какую долю бюджета занимает сколько вообще остается в сбережениях у жителей европейского союза белоруссии то понятное дело что сравнение будет не в пользу тоталитарного белорусского режим есть еще один нюанс почему лукашенко заговорил про цены именно сейчас тем в том что двадцать третьем двадцать году национальный банк увеличил денежную массу почти-то на 40 процентов эти деньги когда они связаны были в депозитах это одно когда лукашенко зарабатывал они это было одно а вот когда этого не будет эти деньги могут попасть на рынок то есть на денежный рынок могут начать люди скупать валюту потому что доверия особого критика ли нету могут начать опять таки скупать какие-то товарослуги вот как мы видим тот же бум на недвижимость и тогда это будет не очень то хорошо при 2 на к в контексте той политической кампании вот поэтому и пришла голову голову лукашенко мысль о том что цены необходимо еще больше зажимать несмотря на то что бизнес в открытую говорить что-то мешаем работать что розница практически вся против в убытках за исключением отдельных придворных розничных торговых сетей естественно там могут быть банкротства но для него вот популизм и раскатка на ценового вот такого шлагбаума гораздо важнее чем здравый смысл и логика и наконец отдельная белорусская пропагандисты заявили что тезис о том что беларусь входит в десятку самых худших самых плохих стран по инфляции не соответствует действительности так вот друзья если мы возьмем инфляцию среднегодовую в период 2004-2023 вот этот большой длинный период который просто нейтрализует разного рода с значит временное колебание то среднегодовой инфляция будет порядка 13 процентов и это дает беларуси почетная в кавычках 10 место в мире не работают ценовые ограничения ценовые потолки ценовые заморозки ценовые цены не останавливаются по дуболь по приказу лукашенко и поэтому самый главный самый лучший способ стабилизации цен это свободный денежный товарный рынок открытая конкуренция но этот эту модель ценовой стабильности лукашенко никогда за 32 года своего не пробовал вот поэтому у нас инфляция а нестабильность друзья спасибо большое за ваше внимание экономика здравого смысла будьте с нами подписывайтесь пожалуйста наш канал желаю беларусь слава украине спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! я